здравствуйте добрый день вот уже у нас средина августа погода вроде бы наладилась но с виноградом у нас немножко маленькие были проблемы ну на данный момент ничего вот это сорт называется юлиан ну так он по себе неплохой сочный очень но вино с него неплохое получается но в этом году мы его не стали перегружать вот даже пошли молодые побеги вот видите что получается но это уже нужно убрать она не нужно поэтому юлиан вообще сорт он приблизительно как преображение вот небольшие кисти но очень вкусные он в этом году сахаринность у него слабая больше больше конечно вот видите вот такое вот ну в принципе нормально главное его не перегружать это самое основное ведь его вот розе хорошо юлиан само собой разложить мы его будем а вот мы переходим к виктории это старый сорт винограда мало кто им пользуется но я его оставил потому что в нем присутствует мускатная привкус он очень хороший вообще на вино у него чем хорошо кожица чуть толстоватая при набирании водянистости он не сильно лопается самое основное не перегружать ну надо омолаживать у нас тут есть мичуринец вячеслав мы с него тут берем пример поэтому он нам кое-какие вещи рассказывать нам конечно далеко до него он с мичурином был связаны и литературу читал поэтому мы так сказать начинающий но вот так на арку можно его пускать не стал я дальше его так сказать продлевать на арку потому что хочу омолодить ответки вот и чтобы она была нормально ну вот это вот у нас другой винара вот это велес конечно это у нас он так сказать парадный виноград косточки не имеет киш-миш одна грозь отвалилась а чуть побольше было не выдержали ветки ну в этом году неплохо в принципе нормально он уродил но и опять самое основное не перегружать многие пытаются там получить как можно больше грозей но мы не мы не пытаемся так сказать все для себя для внуков и для хороших друзей вот так что велес в принципе советую всем разводить он очень хороший сладкий лежит очень хорошо и висит вот такая вот у нас здесь листопляска ну вот еще есть один такой виноградик он очень интересный вот очень интересный у него вроде до двух килограмм бывает но я немножко в этом году его под запустил называется он фуршетный вот ягода очень уникальная видите ягода шикарнейшая ягода вот и он тоже хорошего в таком ответе здесь он немножко загущение освобождать надо веточки чтобы они еще вот видите ягоды у него вообще изумительные и хороший опять же если дожди он не лопается у него хороший привкус очень хороший поэтому главное опять не перегружать омолаживать тоже надо немножко под запустил вот допустим отдал этой ветке она уже видите вот какая она никакая потому что ветка уже отмирающая а вот на этих веточках видите в этом году больших гроздей нет в прошлом году были до двух килограмм вот так что вот такие пироги есть еще красотка вот но она тоже уникальна она очень сладкая тоже имеет при вкус муската но она в этом году меня подвела 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 слабенький у него не получились а так она изумительная на вкус среди всех она мне больше всего нравится вроде небольшие до килограмма но главное все это дело главное это дело нужно совсем следить но иногда не хватает времени вот позже приехал это она у меня удаленная здесь за грушей стоит груша у меня такая шестьдесят пятого года баргамот мрамор называется это бы она плодоносит каждый год это груша уникальная она хорошо сохраняется но червячок конечно долбит везде и и но она уникальная смотрите какие ветки ветки груши уникальная вот ну и яблочки спартан могу показать хорошие вот еще вот это яблоня флорина но решил яблоня спартан была здоровая я взял и привил ветку и вот посмотрите что получилось через на третий год привил ветку на ней и вот такая вот видите ломается ветки просто-напросто яблоки просто неимоверный вот это яблочко но она такое среднее лежит октябрь начало ноября ну все большое спасибо вам до свидания до новых встреч